Здравствуйте, друзья! Меня зовут Азат. Это рубрика Микромагии на канале Фокусы от моряка. Сегодня я подготовлю для вас классическую рутину, но, возможно, кто-то ее не знает. Выглядит она следующим образом. Друзья, если хотите увидеть или обучиться большим фокусам, увидеть какие-то интересные новости по поводу фокусов и вообще иллюзорного искусства, подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет здесь и в описании. Итак, друзья, вот обучение этому прекрасному трюку. Это движение называется... Я его называю сброс, но в некоторых источниках его называют французский сброс. То есть накрываем монету, большой палец под нее, этот большой палец мы отпускаем, тем самым скидываем монету в фингер-палм. Фингер-палм это вот эта штука. То есть берем, заводим руку, большой палец под монету, остальные пальцы над монетой, руку держим под 45 градусов к зрителю, то есть, и отпускаем палец, делаем вид, что мы ее взяли, дуем на нее и испаряем. Здесь монета у нас в фингер-палме. Еще раз. Раз, два, три, четыре. А сейчас я покажу вариации, как можно использовать и где этот трюк. Итак, друзья, вариации, в которых можно использовать французский сброс. Французский сброс можно использовать так. То есть делаем, испарили. Здесь мы держим монету в фингер-палме. Зажимаем нос. То есть и одну ноздрю отпускаем, выдыхаем. И кажется, что мы просто ее высморкнули, монету, так скажем. Можно притвориться, будто мы чихаем. То есть это здесь уже актерская игра. Вот. Все. Так, есть еще такой вариант показа монеты с французским сбросом. То есть мы делаем, испарили. Нет, мы сначала показываем, потом фингер-палме монету мы убираем в карман, доставим оттуда ручку, бьем по руке и монета полностью испаряется. То есть это движение оправданное. Зачем мы потянулись в карман, не сбросить монету, а достать ручку, правильно? Вот. Делаем оправданные движения, то есть и люди не заподозрят, что мы сбросили монету. То есть раз, засунули руку в карман, достали ручку, все. Движение оправдано. Мы потянулись в карман за ручкой. И потом, что еще хотел бы сказать? Монету нужно... Берем монету и поворачиваем, то есть, руку. Не вот так уводим ее в карман, а вот, повернули руку. То есть это надо делать очень аккуратно. Раз. Все. Достали ручку, бахнули, все, испарили. Итак, друзья, это было обучение. Если хотите видеть больше обучения, больше фокусов и новостей по иллюзорному искусству, подписывайтесь на мой канал, он выйдет здесь и в описании. Академия. Академия.